Прошлый урок мы начали с краткого обзора строения объектива камеры. Рассказали вам немного об объективе с переменным фокусом, использовавшемся в ранние годы телевидения. Рейдбэк объяснил нам строение такого объектива. Я также рассказывал вам о коэффициенте зума и объяснил, как его вычислить. А потом мы обсудили разницу между объективами с внешним и внутренним фокусом и поговорили о первичных объективах, о том, как широкоугольный объектив растягивает изображение, а телеобъектив, кажется, сокращает расстояние между предметами. Мы узнали, что намного проще добиться высокой резкости изображения, используя камеру с широкоугольным объективом, и что резкость изображения обычно падает при съемке телеобъективом. Следовательно, здесь фокус играет первостепенную роль. Мы также живописно описали вам ситуацию, когда при недостатке света резкость изображения можно увеличить при помощи искусственного освещения. Однако порой вам может не повезти при недостатке света. И, наконец, мы рассказали о необходимости использовать трипод, снимая телеобъективом, и широкоугольный объектив, чтобы уменьшить тряску камеры, когда вы снимаете, держа ее в руках. Как мы упоминали раньше, на многие камеры изготавливают объективы с переменным фокусом и широким углом изображения. В этом случае вы получите явное преимущество, используя преобразователь широкоугольного объектива. Он одевается на объектив и увеличивает угол изображения. Прямо сейчас мы снимаем, используя максимальную широту угла изображения. Посмотрим, что произойдет, если я добавлю это приспособление. Посмотрите, насколько больше теперь вы можете увидеть. Лично я считаю, что большинство объективов с переменным фокусом дают вам достаточную широту угла изображения. Что же касается широкоугольного объектива, это совсем другая история. Думаю, что насадка для широкоугольного объектива покажется вам крайне полезной. Преобразователи или насадки нужны не всегда, но они, несомненно, очень полезны. Поэтому поэкспериментируйте с ними, и гарантирую вам, очень скоро вы обнаружите, что заметили много нового. Мы же упоминали о том, что чем меньше диафрагменное число, тем больше диафрагма. Поэтому если вы выберете F1 и F4 при скорости затвора 1,6, у вас будет в два раза больше света, чем при F2, при такой же скорости затвора. Когда вы пойдете покупать объектив, вам следует знать, что диафрагменное число не является одинаковым для всех объективов. Наибольшая диафрагма одних камер может составлять, например, 1,9, для других же 1,4. Камеры с F1 и F4 впускают почти в два раза больше света, чем F1 и F9. Мы называем объективы с наименьшим диафрагменным числом светосильными объективами. Но в некоторых случаях, когда нужно использовать высокую скорость затвора, например, в спортивной видеосъемке, светосильный объектив просто незаменим. Почему тогда все объективы не сделали светосильными? Вот в чем все дело. Светосильный объектив намного труднее разрабатывать и производить. В действительности, чем более светосильным является объектив, тем больше на него нужно потратить. Порой совсем незначительные изменения диафрагменного числа удваивают стоимость объектива. Поэтому, если ваш бюджет ограничен, вы можете обойтись менее светосильным объективом. Взгляните на это с другой стороны. Сегодня созданием светочувствительных камер вам может и не понадобиться дополнительная скорость. И, кроме того, ее использование позволяет вам добиться намного лучшего качества. Они также легче. Мы довольно много времени уделили обсуждению разницы между широкоугольным объективом и телеобъективом. Большинство операторов используют объектив с переменным фокусом. Такой объектив очень удобен. Вам не нужно тратить время на то, чтобы поменять объектив. Однако подобные удобства также могут привести к замедленной работе камеры. Поэтому позвольте мне кое-что вам посоветовать. Не меняйте постоянно фокус. Это одна из распространенных ошибок операторов-любителей. Да. Ко мне на ум приходят слова «предсказуемо скучно». Друзья мои, вместо того, чтобы постоянно менять фокус, вы сами можете приблизиться к объекту. Либо поменять вид от дальнего к близкому. Если у вас есть вариообъектив, не меняйте его только в одном направлении. Используйте его наезд и отъезд. Кроме того, используйте при этом различную скорость. Профессиональные операторы используют в своей работе различные объективы. Они используют объектив с переменным фокусом. Если же в этом нет необходимости, они используют обычный объектив. При съемке фильма у операторов есть достаточно времени, чтобы поменять объектив, и очень часто оператор уделяет особое время тому, чтобы выбрать необходимый, в данном случае, объектив. Будет ли изображение лучше при большом фокусном расстоянии, либо его нужно сделать поменьше. Однако, когда вы используете объектив с переменным фокусом, вам может это быстро наскучить. Вам нужен план поближе. Просто сделайте наезд. Но, приятель, какое фокусное расстояние ты используешь при этом? Позвольте привести вам пример. Скажем, мы снимаем разговор двух людей. Начнем с вида двоих. Теперь переходим к более крупному плану. Используя широкоугольный объектив, используя же телеобъектив, мы переходим к старому рейдбеку. Вы заметили это особое соотношение? Посмотрите еще раз и обратите внимание на ход всего процесса. Дэн, старый рейдбек. Дэн, старый рейдбек. Многие операторы предпочитают в обоих случаях использовать одинаковое фокусное расстояние для крупного плана, для того, чтобы сохранить перспективу между фоном и предметом. Дэн, старый рейдбек. Хорошо, возможно, вы предпочтете поступить так же. В этом нет ничего плохого. Мы живем в свободной стране, однако все дело в том, что это должно стать вашим выбором, а не случайностью. Итак, пожалуйста, обращайте внимание на фокусное расстояние. Сейчас все больше камер снабжены системой автоматической настройки фокусирования, и многие бурно обсуждают все за и против этой функции. Если бы меня спросили, я бы ответил, что довольно глупо пользоваться только одним способом. Много ситуаций, когда объектив с системой автоматической настройки фокусирования подходит как нельзя лучше. Тем не менее, есть ситуации, когда ручная настройка все же остается лучшим вариантом. Ты прав. Многие камеры с внешним фокусом плохо настраиваются при недостатке света, а иногда проблемы возникают, когда позади них светит яркий свет. Помеху также может создать стекло и тому подобное. А иногда фокус камеры настроен правильно. Проблема лишь в том, что вам не нравится, на что она настроена. Мы покажем вам это на примере троих людей. Это будут куклы, потому что это намного дешевле, чем нанимать профессиональных актеров. Итак, мы начинаем съемку женщины, которая на кадре стоит слева. Сам по себе фокус настроен на нее, потому что она оказалась как раз в центре. А теперь мы двигаем камеру, наводя ее сразу на трех человек. И из-за того, что паренек в синем оказался посередине, камера автоматически перестраивает фокус на него. Однако, что же делать, если вы хотите сохранить фокус на двух людях, стоящих по бокам? Что ж, с автоматической настройкой фокуса вам это не удастся. То есть, все дело, конечно, не в камере. Она ведь просто и не догадывается о вашем желании. Что ж, решение очевидно. Если вы перейдете к ручной настройке, то сможете настроить фокус на женщину, а потом, переведя ее, заметите, что она не перестраивает фокус. На многих камерах есть такая маленькая кнопочка. Нажав ее, временно включается автоматическая настройка фокуса. Отпуская ее, вы снова переходите в режим ручной настройки. Мне очень нравится эта функция. Я постоянно пользуюсь ей, особенно сейчас, когда мое зрение падает. Друзья мои, сегодня объектив с автоматической системой настройки фокуса невероятно хорош. И все же, многие более большие и дорогие камеры все еще выпускаются системой ручной настройки фокуса. И многие предпочитают именно их, для того, чтобы самим регулировать фокус. Итак, смотрите, используя камеру с внешним фокусом, пользуйтесь всеми ее преимуществами. Но будьте мудрыми, никто ведь не отменял эту функцию. И когда вы используете именно такую камеру с ручной настройкой фокуса, хотел бы дать вам пару советов. Направляя камеру на объект, настройте фокус, затем сделайте отъезд на любое фокусное расстояние по вашему желанию. Зачем, спросите вы? Помните, фокусирование не так важно, когда вы снимаете объект с широкого угла. Здесь вы видите, что я могу двигать фокус от одного положения в другую, лишь немного при этом меняя резкость изображения. Посмотрите, что происходит, когда я навожу фокус, используя телеобъектив. Видите, что мне нужно повернуть фокус совсем немного, чтобы изображение стало нечетким. Вот еще один совет. Продумывайте заранее, просчитывайте в своем разуме так называемый маршрут, который должна проделать камера. Точно знайте начальную точку, середину и конечный момент процесса съемки. Позвольте привести вам пример. Скажем, вы начинаете с широкого угла изображения, потом поворачиваете камеру и делаете наезд на объект. Начните с конца, а потом обратно. Доведите камеру и настройте фокус. Теперь вы можете расширить угол изображения и точно убедитесь в том, что когда вы будете делать наезд, ваш объект будет находиться точно в фокусе.